Если вы сапфированный директор, просто повторите то, что вы уже сделали, вы уже дважды бриллиантовый директор. Просто повторите, не останавливайтесь. У вас что, детей нету? Вот он сказал, говорит, ради детей. Неужели у вас нету ценностей, ради которых есть смысл поработать? Меня один раз макнулся, просто, вы знаете, он меня поставил в тупик. Володя, почему, говорит, люди готовы работать над дядю и не хотят работать над себя? Я говорю, как это? Когда все пришли в Эрифлейм, все в долгах были, как в шелках. Пахали, как бешеные. Как только расплатились долгами, все перестали работать. Блин, ну поубиваем нафиг вообще. Еще начинают, Володя, я еще и не работала. Твою мать, ты хочешь, чтобы я тебя похвалил за это? Я еще не работала. Ребят, спасибо вам огромное за то, что вы не останавливаетесь. Спасибо вам огромное, вот вам в поезд такой поклон. Не останавливайтесь, пожалуйста. Нет, вы знаете, я на самом деле задаюсь вопросом, что Тамилу заставляло идти вперед и вперед? Что Тамилу заставляло не останавливаться? Что Тамила двигала, почему она не остановилась? Почему? Почему конкуренции там близко никого нет? Ее уже нет уже сколько лет. Даже близко никто подойти не может. Что ей двигало вперед? Что ее заставляло что-то делать? Что ее заставляло делать больше, чем другие? Думайте сами, решайте сами. Это ваша жизнь, это ваш выбор. Не останавливайтесь. Вот все успешные люди, все люди, которые добиваются успеха, говорят, так не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Вы же нашли денежное место, но почему вы сюда не тащите всех своих знакомых, всех друзей? Почему вы их не обучаете тому, что сами научились, то, что сами уже сделали? Я грамотно излагаю, нет? Не останавливайтесь, проснись и пой. Проснись и пой. Что тамил и двигало? Что ее заставляло не останавливаться? Что ее заставляло открывать новые и новые группы? Что ее заставляло открывать новые бриллиантовые ветки? Исполнительные ветки? 20 исполнительных директоров организации? 20! 7,5 тысяч директоров только по одной России. Что ее заставляло что-то делать еще? Слава? Я вас умоляю. Аплодисменты, цветы, подарки. Я вас умоляю. Что-то другое. Что-то внутри нас заставляет нас выбирать дороги. Так возьмите на себя эту миссию. Возьмите на себя эту миссию. Зачем тамила работала? Чтобы появилось много-много успешных людей. Она очень часто говорила, ребята, почему я стою на этой сцене? Почему я стою на этой сцене несколько часов? Мне это что, нужно? Мне больше делать нечего. Мне нужны ваши аплодисменты, благодарности, автографы, фотографирования. Зачем я стою на этой сцене? Зачем я стою на этой сцене несколько часов? Вот мы сейчас собрались в Испании, в Валенсии. Я сейчас буду несколько часов здесь стоять перед вами. Зачем? Я просто помню завещание до Милы. Она сказала, чтобы от меня польза была. Я здесь стою, чтобы от меня польза была. Потому что если сегодняшняя встреча окажется хоть для кого-то полезной, значит, встреча уже была не зря. Я грамотно излагаю, нет? Вам понятно, почему я здесь стою? В Америке это слово называется «трим». Тоже многие слышали это. Я просто повторюсь для новичков. В Германии это слово называется «цель», в России называется «причина». Это одно и то же слово, но на самом деле это разные слова. У них разный смысл. И чтобы это пояснить, я обычно рассказывал всегда анекдот про Гришу. Однажды к деду щукарю, повадился кто-то по яблоке лазить. Он плохо лазил, ветки ломал. Дед щукар решил его поймать. Вот он сидит, ночь сидит, две, нет никого. На третью ночь смотрит, кто-то лезет через забор. Но дед щукарь думает, может не за яблоками? Нет, прямо к яблокам целенаправленно. Залез на яблони, начинает ветка ломать. Вот дед щукарь подкрался к нему незаметно. Снизу вверх так раз, его между ног рукой схватил. Говорит, ты кто? А сверху тишина. Он ему сжал покрепче, говорит, ты кто? А сверху тишина. Он ему еще сжал покрепче, так что по руке потекло. Говорит, ты кто? И вдруг голос сверху. Я Гриша. А почему раньше молчал? А я, говорит, глухонемой. Вопрос. Что Гришу заставилось говорить? У него была мечта? У него была цель? Или у него появилась причина? Ребята, понимаете, вот Томила всегда говорила, что ребята, найдите сами для себя причину. Почему вы должны делать больше, чем другие? Найдите для себя причину, почему вы должны идти к людям. Почему вы должны нерваться на эти отказы? Почему? 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 Зачем? Вот когда вы найдете такую причину, то вам будет по барабану. Кризис, не кризис. Томила очень часто говорила. Что выход из кризиса находится там же, где и вход. В голове. Вы знаете, мы с Томилой пришли в бизнес в 96-м году. В апреле месяце. В 96-й, сейчас уже 16-й, да? Да, в следующем году будет 20 лет, как мы с Томилой работаем в Орифлейме. Причем я не говорился. У меня язык не поворачивается. Говори, что я работаю в Орифлейме. Мы с Томилой работаем в Орифлейме. Потому что на самом деле я считаю, что Томила до сих пор работает в Орифлейме. И поэтому Томила очень часто говорила. Ребята, вы гордитесь нами, как вашими спонсорами. Зал обычно отвечает. Да, мы гордеемся. А Томила продолжала. Так дайте нам право гордиться вами. Потому что ваша лучшая благодарность – это ваши новые результаты. Ваша лучшая благодарность – это просто новые звания. Ваша лучшая благодарность. Ребята, понимаете, вот Томила часто говорила, что, ребята, эту бизнес можно научиться. Даже более того, я беру себя саму научить. Как я узнаю, что я хороший учитель? Только в одном случае, если вы предзайдете меня, хорошие ученики должны обгонять своего учителя. Хорошие ученики должны обгонять своего учителя. Вы знаете, все равно, я думаю, что Томила у нас видится. Наблюдает. У них есть ангелы-хранители. Ее золото-мила. Ребята, давайте не подведем нашего ангела-хранителя. Давайте нас сами просто возьмем и сделаем новый результат. Да просто еще раз проделаем ту рукут, которую уже проделал. Понимаете, потому что дело в том, что сейчас такое время, что это самое лучшее время для результатов. Для новых результатов, для новых людей, для новой крови, для новых заработков, для новых рынков. Самое лучшее время – это кризис. Потому что именно во времена кризиса закладываются все новые состояния. Именно во времена кризиса закладываются все новые состояния. И именно во времена кризиса, когда денег не платят, зарплаты не хватает, фирмы сокращаются, зарплату урезают, люди начинают искать новых источников захода. И оживляются все сетевые компании. Все наши ящики при полном приглашаем на работу. Почему люди идут в Анвей? Почему они идут в Сейнши? Почему они предлагают в Тиандэ, еще куда-то там, Гербалайф? До сих пор Гербалайф работает. Почему они приглашают? Вы идут туда. Потому что их приглашают. Почему они пошли туда? Да потому что вы их не пригласили в Арифлейм. Потому что вы просто их не пригласили в Арифлейм, и все равно куда идти? Они вообще ничего не знают, ребята. Проснись и пой. Проснись и пой. Все есть. Фирмы лопаются. Банки скрываются. Решаются зарплаты. Арифлейм всех трудоустраивает. Арифлейм всех трудоустраивает. Проснись и пой. Проснись и пой. Надо просто еще раз повторить то, что вы уже умеете. То, что вы уже проделали. Вы умеете это. Ну, как я тебе говорю. Продолжение следует...